С кем я сейчас разговариваю? Выше я. Выше я, да? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, у нее такой вопрос. Она спрашивает, кто она и откуда? Можете ей рассказать? С другой практики, она слишком давно не была дома. Она влюбила планету и не хочет возвращаться. У нее много воплощений на Земле? Да, очень. Хорошо. А можете сказать, как называется эта галактика, откуда она? Есть ли у нас в нашем языке человеческом русское такое название? То есть нам эта галактика неизвестна, да? А эта галактика находится в нашем физическом мире? То есть это планета физическая или это планета как место духовное, душевное? 50 на 50. Там то, что хотят, чтобы было на планете Земля. Чтобы материальный мир соединился с тонким миром. И там это уже есть, а на планете Земля нету. Большинство не верит в тонкий мир, но он существует. И ему как бы трудно это сделать на Земле. Сейчас Земля находится в процессе изменения? Перестройка? Да. Но от людей зависит эта перестройка. Эта борьба между теми землями. И каждый человек сейчас делает свой выбор. На чьей он стороне? Перестройка. В частности, она все знает. Это мы сейчас повторяемся. Перестройка. Вы ей тоже говорили, да? Да. У нее сейчас связь с нами с нами. Мы ей помогаем. Она это чувствует. но не может еще пока применить, наверное. Хорошо. Вы сейчас обратились к себе на «мы». Скажите, а Вы себя как воспринимаете? Как личность или как коллектив? Высшее «я», но есть еще силы, которые ответственны за то, что происходит. И мы посылаем на планету людей, чтобы отличить ее изнутри. Потому что снаружи это уже невозможно. Не доходят тучи из земли. Мы не можем сквозь этот взрат родиться. И мы можем только внутри сейчас работать. И у нас мало. Очень мало. А имеется в виду у Вас мало? Тех, кто пытается спасти планету. Это имеется в виду воплощенные? Да. В телах, да? Да. Материальный мир, он погружает человека. Он забывает о своем, о своей задаче. К сожалению, большинство людей мы как бы насыпают и забывают о том, что зачем они воплотились, погрызают материальным. И мы пытаемся спасти то, что им осталось. Она является одним из таких добровольцев, да? Да. Кто спасает планету. Да. У нее такой вопрос есть. Почему у нее есть ощущение, что мало времени осталось? Занимается ерундой, неважными делами. У планеты мало времени осталось. Еще раз? У планеты мало времени осталось. У планеты. Угу. Поэтому она переживает, что не успеет. Угу. А что Вы имеете до малого времени у планеты? По вселенским меркам времени мало. А что может произойти с планетой, если ничего не поменять? На уряд. Люди живут как у паразиты. Любой организм старается от паразитов избавиться. Если ее не вылечить, она погибнет. А если люди будут делать то, что они сейчас делают, они вместе с планетой погибнут. И случится коллапс. Угу. Потому что тем душам, которые сейчас находятся на планете, у них не будет дома другого. Нет такой планеты, где бы можно было разместить эти души по уровню сознания их. Угу. Имеет ввиду наши материальные, да, вселенные? Да. Угу. 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 Просто сейчас все проходят уроки, которые возможны только на этой планете. Угу. Угу. То есть такой планеты, как Земля, а второй нет нигде? Угу. 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 Ну еще есть право на исправление, а здесь уже нет этого права, здесь сейчас время такое острое, не может быть середины. И люди запутались о ней, перестали слышать себя, многие совершают ошибки, но думают, что не будут это нести ответственности. Незнание это не значит, что нет ответственности. А в чем заключается ответственность для таких людей, которые совершают ошибки? За свои поступки. То, что они делают, они не все признают. И им кажется, что все напасти, которые с ними происходят, им сверху прислали. На самом деле они это все сами для себя сделали. Или в этой жизни, или в прошлом. И вместо того, чтобы развязывать пучок, они его наоборот завязывают. Это то, что называется карма? Да. А то, о чем Вы говорили, о том, что хуже, чем мат, это какой имеет отношение к этому процессу кармы? Мы стараемся до последнего спасти душу. Угу. Угу. Но когда из жизни в жизнь человек убивает, проклинает, осеет зло, распространяет его, поклоняется дьяволу, заключает сделки, забывает о любви, о своем сердце, он превращается в вере. И сейчас становится все меньше выбора, потому что времени мало. И на кону жизнь планеты. И если придется чем-то жертвовать, мы не будем спасать такие души. Потому что душа делает выбор, на чьей она стороне. Угу. Угу. И бывает так, что мы бы рады, но мы не можем помочь. Угу. А что произойдет с теми душами, которые сделают выбор в сторону тьмы? Они на уничтожение пойдут. То есть таких душ больше не будет? Угу. У них, возможно, будет какое-то место, планета. Ну, у них толку никакого нету, нет. Это как деградация, это совсем конечный результат такой, который нежелателен ни для кого. Угу. А вы сказали, что такие люди, ну, как дьявол, да, поклоняются? Да. А какая другая сторона, о которой вы говорите? Сторона света, кто ее возблагает? Бог. А что для вас Бог? Бог. Это... Это все, что есть. Он есть и сущий свет. Свет и любовь. Угу. Нет образа. И трудно объяснить. Угу. А скажите, а как появился дьявол? Откуда он? Это ангел падший. Угу. Который должен был помогать выполнить, но он отказался от своей миссии. Угу. И теперь он... Это ангел земли изначально. Угу. Падший ангел, но его уже не существует. Почему? Угу. Ну, потому что он уже сам себя уничтожил. И люди верят в того, кого уже на троне нет. Угу. Но силы тьмы ведь еще существуют. Да, да. Те, кого он привлек. Угу. Угу. Они тоже сами себя уничтожают? Да. То есть, по сути, они так по глупости делают? Отрицают любовь и свет Бога? Это их не выбор. Для того, чтобы перейти на светлую сторону. И у них карма должна будет отрабатываться несколько тысячелетий, а то и миллионов лет задеянное. И, естественно, не хотят. И они думают, что... Они сами верят в то, что они людям душают. И не понимают, что это будет никуда. Во что они верят? В силу... В то, что... Ничего здесь содеянное не будет. В то, что они... Они думают, что они победят. Но они все равно... У них нету... Оружия против сил света. Одним лучом света можно тысячу тяпок победить. Они это знают. Они боятся света, как огня. Это они видят светлых людей. Они их, наоборот, стараются... Чем больше свет, тем больше темных идет на свет. Что они стараются со светлыми делать? Они стараются их переводить на свою сторону. Всеми возможными путями. Вызвать все негативные эмоции, с которыми они сами пытаются склонить на свою сторону. Поэтому они... Много людей боялось на это. Скажите, а почему источник Бог все это допускает? Он ничего не допускает. Люди все сами делают. Он, наоборот... Он всех любит. Там... Такая бесконечная любовь. И людей... И вот людям проще обвинить его, чем понять, что они сами... Творят. И... Судьбу. А почему Бог не может просто всех темных остановить? Бог такой могущественный. Он высылает на землю сотрудников. И здесь, на земле, идет борьба. С другой стороны, есть много людей, которые без участия темных не смогут духовно развиваться. То есть, даже темные в какой-то степени помогают светлым в укреплении духа. Когда... Человек делает выбор в сторону светлых, темные проигрывают. И этот выбор, он всегда у всех есть. Не было бы темных... Не было бы... Не было бы... Школы жизни. Не было бы роста... Духовного. Угу. То по этой причине Бог как бы... Позволяет темным существовать? Нет. Или есть еще какая-то причина? Угу. Бог не может применять против темных их инструменты и их оружие. Потому что Бог — это свет и любовь. Мы можем победить темных только любовью. Мы не можем воевать с темными. Это значит, мы сами будем превращаться в темных. Чего они добиваются? Угу. Нельзя. Угу. Хорошо. Благодарю Вас за ответы. Существует ли такое понятие, как «близнецовое пламя»? Угу. 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 Ну скажите, что это такое «близнецовое пламя»? То, к чему люди стремятся... Когда люди влюбляются, они думают, что они встречаются в свою вторую половину. И вот эта тяга магнитами, мы все время в поиске этого племенцового пламени, но не всем тоновим встретить и встречать так часто, как хотелось бы, скажем так. От чего это зависит, встреча или не встреча? От того, какие задачи, которые, ну а, если они объединяются в задачи, то они могут встретиться, если у них, у них может быть одна и та же задача на разных планетах. Они могут встречаться только, когда на небесах иногда, если… Но оно и есть. Она спрашивает, есть ли у нее близнецовое пламя и встретит ли или она в свое близнецовое пламя? Нет. Ну, есть, но не встретит. Этой жизни не встретит, да? Потому что она на земле зависла. Так. А он или она… Редко на земле бывает. А где ее близнецовое пламя обычно находится? В других планетах. Ага. А вот так же воплощается материальное тело, физическое? Ну, сложно сказать, потому что она его давно не видела. Как бы они знают о существовании друг друга, но они… Как бы они работают в параллель, но в разных мирах. И они давно не взаимодействовали. Почему они не встречаются? Ну, потому что она на планете Земля, а он… в других планетах, и… и… все так просто. очень редко кому удается встретить свое пламя в одной жизни. Это, можно сказать, дар от Бога, если с ними встречаются и могут сделать что-то вместе. Хорошо. Благодарю вас за ответ. Скажите, а что такое перемены? Для чего они? Итальяны – это защитники планеты тоже. У них живет высокосознательный дух, которые выполняют какие-либо тоже свои задачи. Для людей они создавали заградительную сетку, но даже они уже не справляются. А заградительную сетку от чего? От темных. они… они… как бы… они… как бы… то, что… творит человек Свои такие веслые формы посылает, они как бы не могут находиться в хаосе. И долгены этот негатив нейтрализуют. Когда с человеком уходят и те люди, которые приходят к долгенам, вне зависимости от их веры или цели, долгены на них влияют в той или иной степени, они стараются только появляться проводниками между высшими силами и людьми. Они раньше их построили, чтобы людям погрязшим в непонимании, они могли доносить какую-то информацию, помогать. Помогают людям и занять их тоже. Благодарю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот Вы говорили, что у Земли осталось мало времени. Можете сказать хотя бы примерно сколько это в земных годах? Мы не можем сказать, что ей осталось сколько-то тысяч лет, потому что мы сейчас боремся с тем, чтобы сохранить Землю. Мы будем бороться до последнего, пока светлые не поменят. Это закон. То есть это не значит, что у Земли остались считанные года? Нет. Сейчас идет борьба напряженная, но очень много зависит от людей. Очень много. И невозможно сказать про земные годы. Армагедлон тоже внезапно случился. Но Земля осталась. А жителей стало меньше. Вы сказали Армагеддона, что вы имеете в виду? Что это? Когда Армагедда погибла. Почему она погибла? Они стали злоупотреблять своими возможностями. Им также было присуще чувство власти, зависти. Просто они обладали большими способностями. И то, что сейчас происходит, очень похоже на то, что было тогда. Просто люди не обладают такими способностями. Такой же технический прогресс. И люди в покое за этим техническим забывают про свое сердце, про свою душу. И сейчас люди видят, что происходит. Атланты так же загрязняли природу на землю, как сейчас люди. У них другое было. Когда они ввели указание на поношение властей, это ускорило ихнюю гибель. Еще раз что сделали? Вели указание на тех, кто клевещет на власти. Потому что, как сейчас люди возмущаются, так же и там люди возмущались. И дабы усмирить этих людей, вели указание. Это ускорило ихнюю гибель, потому что зло не может побеждать. И дабы это прекратить, пришлось так сделать. А что послужило, собственно, катастрофой? Какое событие вызвало эту катастрофу? Материк провалился. А почему он провалился? Потому что он не мог уже держать то, как сказать, беспредел, который творился. Мы сами себя атмосферу утяжелели своими действиями. И планета таким образом увеличилась. То есть это было как землетрясение большое? Это было как... Так, как там, наверное, все получилось. Ну, просто в океан ушло. Океаном накрыли, и земля вниз проводилась. А в каком месте находилась Атлантида? Какой это был океан? О нынешней карте Земли можете рассказать? Идет открываться, что тихий. Ну, я там все равно не найди глубоко. Хорошо. Благодарю вас за ответы. Скажите, пожалуйста, почему люди эти зубы мудрости прорежут, ну, вылазят? Для чего они людям нужны? Ну, раньше, когда все зубы выпадали, осталось только один зуб, которым можно было жевать. Потому что раньше не было стоматологов. Но раньше люди дольше жили. Это если прям совсем древние времена говорить. Он как функцию, значит, замены, наверное, как от страховки. Если смотреть с точки зрения физического структуры. А у людей есть возможность новые зубы выращивать? Зачем? Взамен выпавших. Людей нет. Это он, или где-то, Бог создал человека. Но ведь некоторые люди, у некоторых людей получается выращивать новые зубы. Кто вам сказал? Есть известные случаи. Если вы готовы положить свою жизнь на то, чтобы вырастить эти зубы, то вы можете посвятить этому свою жизнь. Какой в этом смысл? То есть все-таки зуб можно, да, вырастить? Если человек обладает, человек может все, если захочет. Любовь, ну, вопрос в том, зачем ему это нужно, с какой целью он это делает. Очень много вещей, которые кажутся чудесами, на самом деле заложены в человеке. Он может много делать, но не всегда, наверное, это уместно. Когда люди не умеют любить, не хотят научиться, кому нужен этот зуб. Что с ним делать, когда нормальной еды уже не осталось, чем жевать? С чем целесообразность? Должна быть целесообразность. Без еды люди могут? Не еда, это источник энергии. Сейчас люди вынуждены мутировать под ту еду, которую они потребляют, чтобы выжить. Потому что натуральной еды становится все меньше и меньше. Люди ведь могут сами выращивать свою еду. Да. Как Вы считаете, людям нужно в городах оставаться жить или переезжать на природу в чистое пространство? Неважно, где живет человек, важно не засорять тот пространство, где он живет. Когда-то город тоже был деревней. Важно, чтобы люди научились не засорять пространство, в котором они живут. Неважно, город, отель или деревня. Понятно, что чистый воздух, горы, все это влияет благотворно на человека. Но человек сам сырпает деревья. На горах строят дома. И неважно уже деревня это или город. Если человек, который работает с высшими силами, решает переехать, например, как отшельник, он в настоящее время может там подчеркнуть энергию, но он больше пользы принесет, находясь в куще людей, чем если он всю жизнь проведет как отшельник. Но ведь по природе не все живут отшельниками. Есть просто маленькие деревушки, маленькие родовые поместья. Все индивидуально. Все очень индивидуально. Кому-то да, кому-то нет. То есть некоторым людям нужно жить в городах? Да. Почему? Чтобы хоть как-то нейтрализовать. Этот негатив от людей, он как металлизатор, служит, чтобы, если такие люди покинут город, все люди могут погибнуть. Поэтому чаще их в города оселят, чтобы было кому-то нейтрализовать. А почему нельзя просто всех людей в городах расселить? Кто будет расселять? Нельзя нарушать волю. Если человек хочет жить в городе, это его выбор. Все равно туда приедет. Вопрос в том, что он приведет с собой этот город. Скажите, а в будущем тоже будут на Земле города? Или люди будут равномерно рассеянные по всей планете? На природе. Город — это сосредоточение людей? Ведь это очень вредно для планеты, для экологии. Будут ли в будущем города существовать? Будут, но какие — зависит от человечества. Человек строит дома, города. Как построят, так там жить и будет. Хорошо. Благодарю за ответы. Таких планет, на которых живут существа, похожие на людей, как люди по сути, то есть их во Вселенной много или мало в физическом мире? Да. Вселенная бесконечна. Планет — бесконечное множество. Галактик — бесконечное множество. Нет он начала и конца. Да. Это очень сложно мозгом понять. Потому что это не передаётся зло. А эта планета, которую показали, она находится, как сказать, это не паралетная Вселенная? Это планета меньше, чем Земля. Миней меньше океанов. Она небольшая. И там так много людей, что вот. То есть там вот какое-то, наверное, начало пути. Хорошо. Благодарю вас. И сейчас я прошу Высшее Отступить с большим уважением, признательностью, любовью. Продолжение следует... «Ок획» Продолжение следует... Продолжение следует...